Продолжение следует... Которая победила на внутренних выборах партии и стала премьер-министром Великобритании. На связи с нашей студией из Лондона наш коллега, журналист Юрий Голигорский. Юрий, здравствуйте и поздравляем вас с новым премьер-министром. Точнее, с новой премьер-министром. Я обязательно передам ваши поздравления народу Великобритании. И лично госпожа Трасс. И лично госпожа Трасс, после того, как она официально вступит в должность технически, это произойдет завтра, в тот момент, когда сначала Борис Джонсон прилетит к королеве в Балмурал. Это будет не в Бутингемском дворце, а в Балмурале, в Шотландии. И там подаст в отставку. И сразу же за ним туда зайдет Ли Страсс, которая будет объявлена премьер-министром. Официально королева назначит ее первым министром. Это впервые в истории королевы Великобритании. Эта церемония пройдет не в Бутингемском дворце, а в Шотландии, там, где королева до сих пор пребывает в своей летней резиденции. Что-то лето затянулось у королевы, нет? Она у нее всегда сдвинута, лето, потому что в первые месяцы она всегда очень-очень тяжело работает, очень плотно работает, действительно, принимает послов, принимает государственных деятелей других государств, поэтому это всегда насыщен июнь и первая половина июля, поэтому ее летний отпуск всегда сдвинут, это традиционно. Так это будет, Листрас станет ее пятнадцатым премьер-министром за все время ее правления. Представляете, это непрерывная линия от Уинстона Черчилля. То есть когда-то говорили королева Виктория, викторианская эпоха, да? Сейчас эпоха Элизаветы. Эпоха Элизаветы. Причем, что интересно, обычно премьер-министр приезжает к королеве в роскошном правительственном лимузине, и там подает в отставку, сдает свои полномочия, а назад уезжает, наверное, в форд-эскорде, который ему дает его охрана, и он садится вместе с охранником, он уезжает практически, он уже бывший, а бывший в английской политической традиции, это уже бывший, это уже никто. И надо узнавать, сколько стоит пинта молока в магазине, и сколько стоит буханка хлеба, и самому ходить за всеми этими вещами. Это была трагедия для Маргарет Тэтчер. Для Бориса Джонсона это не будет, он прекрасно знает, сколько стоит пинта пива, и сколько стоит пинта молока. Так что для него этой трагедии не будет. Но вообще, я не думаю, что он мог успеть забыть, сколько лет он был премьер-министром, не так много? Нет, нет, ну давайте начнем с того, что до того, как он стал премьер-министром, он долгое время все-таки был мэром Лондона и ездил на работу на велосипеде. Вот эти медведи ехали на велосипеде. И он часто заезжал и в паб, и к друзьям, и знал четко, что происходит везде. Секундочку, вы хотите сказать, что когда он ехал на работу на велосипеде, не перекрывали центр Лондона, да, то есть не останавливали движение, не ставили на каждом перекрытии. Я воспринимаю ваш вопрос как шутку или как иронию. Какое перекрытие движения? Для королевы движение перекрывают только когда она ездит по Лондону, выполняя свои официальные обязанности. Если же она или муж ее, принц Филипп, выезжают за пределы, покойный принц Филипп, выезжали за пределы Букингемского дворца, не с официальной миссии, то никто не перекрывал дорогу. Принца Филиппа несколько раз полиция залавливала, когда он превышал скорость. И он получал, что называется, просечки в талоне за превышение скорости. О каком превышении, о каком перекрытии улиц может идти речь? О чем вы говорите? Тони Блэр, будущий премьером, был на востоке Лондона с официальной какой-то миссией, а на Даунинг-стрит-10 его ожидал высокопоставленный гость. И он понимал, что он опаздывает. Он опаздывает и не попадает. Если они поедут на машине вернуться на Даунинг-стрит-10, то он обязательно опоздает. Чтобы не опаздывать, он говорит охраннику, давай, выскакиваем из машины. И они бросились в метро, сели в метро, Тони Блэр хлопает по карманам, мелочи нет, охранник берет за него билет, они садятся в переполненный вагон. Блэру неудобно, но все-таки тут как бы люди сидят, смотрят на него. Ну, он должен проявить какие-то знаки уважения. Он заговаривает с одной молодой девушкой. Она на него не смотрит. Он говорит, как вы, как вы поживаете? Она ему говорит, да пошел ты знаешь куда. Это, естественно, попадает, все фотографу моментально снимает, он выскакивает там неподалеку от Даунинг-стрит-10, идет на официальную встречу. Девушки по ходу дела объясняют, кого она только что послала. Ну, естественно, после этого она идет с повиной на Даунинг-стрит-10. Это уже встреча друзей. Их также снимает. То есть, вы понимаете, это все очеловечено до предела. И он уже с ней стоит, и они обнимаются, и он рад ее приходу, она стесняется. Это пиар. Это, безусловно, пиар. Но это также способность вести себя в предлагаемых обстоятельствах. Так, как надо это делать. Меня это не удивляет, потому что мы в Израиле к этому привыкли, на самом деле. У нас в стране, где, в общем-то, действительно политических деятелей должны и обязаны охранять по-настоящему, поскольку у нас страна, которая живет все время, в общем-то, в условиях войны. И то десятки было случаев. Вы знаете, что несколько лет назад был случай, когда тогдашний мэр Иерусалима ехал в машине и вдруг увидел, как террорист совершает теракт. То есть, ножом бьет прохожего и бросается в бег. Он приказал остановить машину и погнался за ним. То есть, охранник отставал где-то метров на 10. Он его догнал, сбил и, так сказать, завалил, поскольку он бывший спецназовец тоже. То есть, это тоже фантастика, этого никто не мог, так сказать, от него ожидать. Наш мэр Тель-Авива, Рон Хульдаи, тоже ездит на работу на велосипеде. Мало того, он по утрам делает пробежку там по набережной, абсолютно без всякой охраны, без никого. И уже было много снимков. Так человек пишет, стою на пешеходном переходе, рядом, значит, там разминается какой-то бегун, пожилой приглядываясь, мэр Тель-Авива. Так что в этом плане все. Александр, я думаю, еще раз вы затронули эту тему, извини. Хорошо. Раз вы затронули эту тему. Я могу порекомендовать вашим зрителям замечательную книгу моего покойного приятеля Эфраема Севелла, которая называется «Остановите самолет, я слезу». И в этой книге есть эпизод, когда кортеж с президентом Израиля выезжает из Иерусалима в сопровождении мотоциклистов и на высокой скорости, прошу прощения, один из мотоциклистов не вписывается в вираж, падает и ранит колено. И президент выскакивает из своего автомобиля, подходит к нему, кладет его голову к себе на колени и говорит «Потерпи, сынок, потерпи». До тех пор, пока подъедет скорая помощь. Очень трогательная тема. Кстати, прекрасно описано покойным Севеллы. Вернемся к Листрас. Что вы хотели узнать? Ну, разумеется, мы бы хотели узнать, что из себя представляет железная леди, которую уже так окрестили, и, судя по некоторым свидетельствам, она очень и очень хотела бы, чтобы ее так называли, и очень и очень, так сказать, во многом копирует, пытается копировать истинную железную леди Маргарет Тэтчер. Да, я сегодня в обеденный перерыв заскочил в ПАП, там стояли простые ребята, что называется, цахи. Они посмотрели на всю церемонию избрания или оглашение, кто стал премьер-министр, и они меня спрашивают, ну, как ты думаешь, она будет железной леди или просто жестянкой? Прекрасный вопрос. Да, поживем, увидим. Но вопрос, на самом деле, очень интересный, потому что Листрас, несмотря на то, что мы знаем о ней абсолютно все, мы не знаем ничего. Нам кажется, что мы знаем. Мы знаем только то, что эта женщина, 47 лет, колебалась вместе с линией партии, когда росла, выросла в семье, где придерживались крайне левых взглядов. Она выходила вместе с мамой на демонстрации в защиту женщин Грином Комом, там, где протестовали против присутствия американских этих ракет на территории Великобритании. Она выступала против Маргарет Тэтчер вместе со своей матерью активно. Затем, по мере своего роста, она меняла свои взгляды. Перемену взглядов с ростом можно приветствовать. Она вошла в ряды либеральной партии Великобритании. И затем, уже после университета, вступила в ряды консервативной партии, продвигаясь, что называется, по служебной лестнице. Она всегда какой-то аутсайдер, всегда как человек, на которого падал последний выбор. Кстати, вот сейчас в этом состязании претендентов на пост премьера она всегда шла в аутсайдерах, далеко не в лидерах. В лидерах всегда шел Риша Сунок, ее основной соперник. Но вот, когда они остались вдвоем, она получила преимущество в этом выборе. Я бы сказал, незначительное преимущество. Речь идет, она получила 81 тысячу голосов, а Риша Сунок, если мне не изменяет память, чуть больше 60 тысяч голосов. Да, я сейчас проверю. 60 399 голосов, она 81 326. Я бы не сказал, что это решительная победа. Вашим зрителям вполне возможно она знакома по инциденту с Сергеем Лавровым, знаменитому инциденту, связанному с признанием Ростовской области и Воронежа. Это была такая классическая подстава. Подстава, домашняя заготовка. Дешевая ГБшная подстава. Да, очень часто говорят, что Россия так часто бомбит Воронеж, что трудно сказать, кому принадлежит Воронеж, действительно ли он принадлежит России, потому что все шишки всегда падают на Воронеж. Поэтому, если... Я думаю, что если бы она ему начала графство перечислять британские и приплела бы туда еще что-то из Ирландии и Шотландии, он бы точно запутался. Наверняка запутался. Но вы абсолютно правильно определили. Это как габийскую подставу, домашнюю заготовку. Это на его совести. Сейчас, если он останется, если и если он останется, вот дел, в чем я сильно сомневаюсь, ему придется иметь дело с Листрас или с тем, кого она назначит. Упала она больно, встала здорова. А вот сейчас посмотрим, что Сергей Викторович будет делать в отношениях с Великобританией. Он скажет, да, ну, Великобритания, третьесортная страна, умирающая, уходящая натура, нам с ними не о чем говорить. Не, ну, там же стратегии, которые там в Соловьиных трелях выступают, они уже заявили, что там небольшое ядерное оружие, как бы его просто смоет этот остров, поэтому с Британией вообще проблем нет, он не будет сворачиваться. Вы знаете, Александр, я всегда задаюсь вопросом, ну, хорошо, давайте, это произойдет. А что будет потом с вами? Они же ответили, подождите, вы, наверное, невнимательно следите за российской пропагандой. Я внимательно, да, да, я следу. А нам все равно. Они сказали, что эти самые, что американцы, британцы попадут в ад, а мы попадем в рай. Почувствуйте разницу, ну, Юлия, мне стыдно. А вот, а что в это, как Галкин в свое время спросил, а что в это время, если я в Нью-Йорке, и что будет с теми, что будет с фамилиями, семьями, семьями тех членов Государственной Думы, которые живут в предместьях Лондона в этой ситуации? Что будет с авуарами, с вкладами российских депутатов, которые лежат в Лондонском банке в этом случае? Они как вместе с ними идут? В рай или в ад? Вот этот вопрос не то, что меня мучает. Но я полагаю, что в раю коммунизм, поэтому деньги им там не потребуются. Ну, вы знаете, если там Владимир Вольфович лежит в раю, то он уже всех оттуда изгнал давно. Возможно. Юрий, давайте перейдем к политике. Давай. Политика, это замечательно, и всех, конечно, интересует, изменится ли политика Великобритании с приходом Железной Леди. Давайте ее все-таки пока будем называть Железной Леди, пока она не доказала обратное и не стала жестянкой. Итак, Железная Леди, прежде всего, конечно, интересует отношение между Великобританией и Россией, война в Украине. Что произойдет? Сразу же после того, как было объявлено, что она стала премьер-министром Великобритании, что партия и избрала, она произнесла речь, в которой были благодарственные нотки в адрес уходящего премьера Бориса Джонсона. Она сказала, «Борис, ты сделал три главные вещи. Ты дал нам Brexit, ты боролся с ковидом, и ты противостоял агрессии Путина. Три важнейших достижения. Поэтому сегодня твое имя известно, широко известно, от Киева до Карлайла». Красиво сказала. Юрий, ну, хорошо. А вот все-таки что-то же должно измениться. Вот она сейчас пришла, до этого она была просто министром иностранных дел. Понятно, что будет продолжаться эта политика. Но вот насколько резко изменится политика касательно Великобритании. Ой, простите, касательно Украины. И войны в Украине. Вы знаете, в этом вопросе я не ожидаю абсолютно никаких изменений. Абсолютно никаких. Она говорила то в отношении Украины, что даже не говорил Борис Джонсон. Когда она говорила об освобождении всех захваченных украинских территорий, в отличие от Бориса Джонсона, она всегда добавляла Крым в том числе. Борис Джонсон всегда говорил о востоке Украины. Может быть, это был риторический прием, я не знаю. Но Ли Страсс стоит в отношении российской агрессии на гораздо более жестких позициях, чем это позволял себя озвучить Борис Джонсон. Так что в этом отношении серьезных перемен я не ожидаю. Но, конечно же, не внешняя политика, а в основном внутренняя политика будет основным элементом ее повестки дня буквально на этой неделе. Почему я говорю на этой неделе? Потому что она обещает конкретные меры по облегчению бремени энергетического кризиса в течение недели. Может быть, это было поспешное обещание неопытного политика в течение недели. Каким образом? Может быть, был подготовлен план заранее о том, что будут сняты определенные налоги. Что каждая семья... По сути дела, кто бы ни пришел, будь то или Риша Сунок, или Листрас власти, это очевидно, что начинается период раздачи денег. Раздачи денег тем или иным образом. Будь то снижение... Сунок остается министром финансов пока? Нет, 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 нет. Он министр финансов только до завтра. Нет. Неясно. Я не думаю, что он останется. То есть будут перестановки в кабинете неизменные? Значительные. Весь кабинет изменится. Весь. Кстати, неясно, что произойдет с Борисом Джонсоном. Это еще очень интересный вопрос. Останется ли он в политике, если останется на какое время, и что он будет делать дальше? Каким образом? Не представляет ли он угрозу новой администрации? Потому что от Бориса Джонсона можно ожидать всего, что угодно. Он может сделать абсолютно неожиданные ходы. Он талантливый человек, безалаберный, страшно, у которого часто представления о правде и лжи смещаются, но, безусловно, талант. Безусловно. И, конечно, он может остаться в политике, он может попытаться вновь вернуться в большую, в самую большую политику на следующих выборах, когда бы они не состоялись. Поэтому не будем его пока списывать со счетов. Но, тем не менее, вернемся к вопросу о экономическом положении Великобритании. Инфляция сейчас где-то на уровне подбирается к 15%. Правительству тем или иным образом придется раздать народу от 50 до 100 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы погасить высочайшие расходы, которые каждый британец должен будет понести, чтобы оплатить счета за энергию. Кстати, об этих счетах. Вы знаете, есть такая история о том, что представители определенных этнических меньшинств, получая поваренную книгу, видят в качестве первой фразы «Для начала успокойтесь». Так вот, я бы порекомендовал всем сейчас для начала успокоиться, потому что, несмотря на то, что говорят о том, будто цены на энергоносители в Великобритании подскочили на 80-85%, никто еще пока по этим счетам не платил. Это действительно так они подскочили? Они подскочили, но счета-то еще не пришли. Это квартальный. нижеквартальные счета. И, конечно же, у правительства не будет другого выхода. Надо будет каким-то образом компенсировать людям эти расходы, потому что жизнь продолжается. Никто, даже самые богатые, даже российские олигархи, живущие в Великобритании, не смогут оплатить эти счета. Поэтому это такой цуцванг, из которого правительство все-таки должно будет найти выход. Так что, опять же, возвращаясь к замечательной фразе, для начала успокойтесь. Давайте успокойтесь, посмотрим, как правительство будет выходить из этой ситуации. Поверьте мне, во времена ковида, когда начался абсолютный локдаун, всем сказали, всем сидеть по домам, и ничего не работало, люди получали деньги за то, что сидели дома и смотрели телевизор. И как-то экономика выдержала. Выдержала этот удар. Выдержит и этот. Жизнь продолжается. Правительство на то, но и правительство, чтобы решать такие вопросы. Не решит этот вопрос, свергнут это правительство, выберут другое, выберут тех, кто сможет решать эти вопросы. Ну что ж, замечательно, если правительство выбирают для того, чтобы оно решало вопросы своих граждан. А больше незачем выбирать правительство. Ну, есть разные мнения, не будем сейчас дискутировать на эту тему. Есть совершенно разные мнения. Юрий, спасибо большое. Спасибо, я напоминаю, Юрий Галигорский, наш коллега из Лондона. Наша программа подошла к концу, вел ее Александр Гурарье. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров